1-0 впереди Марсель. Нужно показывать пидор. Забивает. Кристоф Жале. 1-0 впереди Марсель. А это уже серьезно. Серегица метрова. Жале. Удар по центру. Буквально в сетку. Крайний защитник парижан. Вот. Сразу с этой камерой показывает. Ну, почти по центру. Вадим Жале. Собственно, если бы Манданда не гадал, он бы такой удар мог отразиться с запасом. Григорий Купе. И кто там из марсельцев? Следующий. Атембе Нарфа. Ну что, не смажет он прощания с Марселем? Это еще не факт, что он уходит, но предложения у него серьезные. И, возможно, это последнее касание мяча от Эмма Бенарфа в его марсельской истории. И он забивает. Обиделся немножко Купе, потому что он мог и должен был по эпизоду этот мяч отразить. Но ему просто не повезло. Улетел слишком далеко Григори. И от его рук в полете мяч пошел под перекладину. 2-1. Очередь Парижа. Вообще не успел заметить, кто бьет. Это еще бьет. Нет, Нене. Паузу сделал-то неплохую, но Мандандань не вполне купился на нее. Он сам тоже пытался, по-моему, играть с Нене. Кошки-мышки дернулся в одну сторону, потом переставился в другую, но сильно пущенный почти под ногу под опорный мяч отразить не успел. Ничья, но у Марселя удар. Лючо Гонсалес. Купе дважды уже чуть было не взял. А сейчас! Прав Григори. Устоял он на ногах, не стал падать, но Алючо хотел исполнить известный трюк, пустив мяч по центру, и в итоге просто отдал его вратарю. Ничья! 2-2 после трех ударов. Если честно, мне вот такое доводится видеть впервые. то есть игрок, конечно, должен прежде чем выполнять такой удар, убедиться в том, что вратарь куда-то улетел. Ну что ж, следующий удар выполняет Матея Кешман. Ну хоть что-то сербский попадающий сделал полезное для своей команды. И теперь уже парижане впереди. Они еще не вели в этой серии, потому что первый же их удар был неточным. И теперь есть шанс выйти вперед уже у Парижа. Григорий Купе на все удары реагирует. Во всех трех эпизодах имел свои шансы. Обьет Шарль Кабаре. Удар! Нет! На этот раз Купе все-таки гадал, и счет опять сравнялся. Последние удары в серии, скажем так, в первой основной серии. остались. С этого момента начинается та ситуация, когда один промах и следом точный удар, или наоборот, точный удар и следом промах, это все. Клод Макелеле. Пробил так, что у Стива Монданда оставался маленький крохотный шанс, но только крохотный на хорошей высоте. В угол отправляем мяч в Макелеле. Заходит вперед Париж Сен-Жермен. О! Это то, чтобы мы для того, чтобы мы выучили, как зовут парня совсем молодой. Ну, давайте все-таки по-прежнему будем называть его Ги. Вот самый нападающий, который вышел на замену за несколько минут до конца. Последний удар в основной серии Супер Кубок Франции. Удар в верхний угол, очень уверенно. Ну, что ж, молодец. Ну, а теперь начинается то, что комментаторы называют серией до промаха. Меня так бесит это выражение. Хочется крикнуть, что вы несете, какую чушь, почему до промаха? Вот, допустим, сейчас промахивается игрок Париж Сен-Жермен, а потом промахивается игрок Марселя. Играш продолжается. Почему до промаха? Кто придумал эту ахимию? Ну, давайте считать, что это до промаха. Коллегам почему-то нравится. Это уже Людовик Жюри. Ну, вот его промаха. Кончилась серия. Не кончилась. Хотя она очень так к тому близка. Будет выполнять свой удар игрок Марселя. Молодец. Молодец, Сифон Дадай. Прошлый его прыжок был роскошным, но тогда пробил уверенно Макелеле. Ну и Эдуард Сесе, бывший парижанин, может принести Марселю победу над Парижем в Суперкубке Франции. Символично? Интересно? Эдуард Сесе. Марсель обладатель трофея чемпионов в Тунисе в городе Родес разыграли этот первый титул в сезоне. Счастлив Сесар Аспеликуэта. Новое приобретение Марселя Ну поздравим провансальцев от всей души, потому что они очень давно трофеев не выиграли никаких, стали чемпионами Франции и не зря вот так ликуют выиграв Суперкубок. У парижан за последние 17 лет, за которые Марсель оставался без титулов, 11 трофеев. Точнее 12. Один чемпионат и 11 всевозможных кубков. Так что ничего страшного. Париж и Джермен конечно болельщики разочарованы немножко, но с хорошими приобретениями тоже можно поздравить Патю Бадмэр, Нене. Париж и Джермен вступает в сезон с большими надеждами. И мы с вами тоже я думаю с удовольствием будем смотреть чемпионат Франции в нынешнем году. Бордо, Леон, Марсель, Монпельем, Париж и Джермен мало ли еще с удовольствием. Редактор субтитров